МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Достижение секции греблей на байдарках и каноэ можно без всякого преувеличения назвать запрудненским чудом. Всего несколько лет развивается в поселке этот вид спорта, а чемпионов не перечесть. И ладно бы дети завоевывали победы на всероссийских стартах, да только они все выше и выше поднимаются к звездам, становятся лучшими на первенствах мира и Европы. Филиал спортивной школы Олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ, входящие в Московское городское физкультурно-спортивное объединение, открылся в Запрудне в 2009 году. Тренер по гребле Станислав Глоба поначалу планировал открыть филиал школы в Дубне, но не нашел поддержки у местных властей. Волею судьбы он оказался в Запрудне Талдомского района. И здесь у Станислава Леонтьевича все получилось. Случайно я заехал в Запрудню, посмотрел место тоже неплохое. Я подошел к главе администрации Староверову Дмитрию Алексеевичу. Ну он тоже мне сказал про кризис, но говорит, жить-то все равно надо. Ну чем можем, тем поможем. Сильно много не обещаем, но поможем. Ну вот так мы здесь, я здесь и остался. Но они действительно нам помогают. Помогают вот залами во дворце зимой мы работаем. Зимой же мы много бегаем на лыжах, силовой подготовкой занимаются, игровые. Учителя школ, директора школ поддерживают, дают нам спортивные залы. Вот и поэтому мы здесь остались. Гребля на байдарках и каноэ – это грибной вид спорта, суть которого состоит в перемещении судна по поверхности воды с помощью весел. Является олимпийским видом спорта. На воде байдарка развивает скорость 23 км в час. Ее вес составляет 13 кг. На соревнованиях байдарки участников взвешивают. Малейшие отклонения от веса и спортсмена даже могут снять соревнований. Лучше всего, лучше всего с 10 лет. Ну, они уже подрастают, начинают как-то уже по-другому думать. Вот, и, в общем-то, им легко, легче уже справляться в этом возрасте с байдаркой. Есть у нас и меньше дети, там 8 даже лет есть, но это те, кто, ну, вот сильно, очень сильно хотят этим заниматься, поэтому мы уже их оставляем. Вот, мы принимаем сначала всех, всех. Почему? Потому что грибут, грибут и высокие, и худые, и маленькие, и, в общем-то, здесь нет такого вида спорта, что вот, если он, допустим, маленький, то он не загребет. Нет, всякий грибут, потому что он, в принципе же, сам себя везет, сам себя, поэтому здесь разницы нет. Вот, ну, берем всех, ну, отсев, отсев есть. Кто хочет, кто хочет, те, значит, остаются, ну, кто не хочет, насильно мел не будешь. Занятия в школе гребли проводит один тренер. У него постоянно занимаются 25 детей. Заниматься я начала два месяца назад, если не три. А хочу я этим заниматься, чтобы побеждать. Почему я пришел на греблю? Увидел, гулял по водоему и увидел, как грибут. Понравилось, захотелось и пришел. Я хожу на греблю уже три с половиной года. Выиграл перенство Москвы. Выиграл я с отрывом. С каким? На корпус выиграл. Я думал, что я буду первым. Откуда такая уверенность была? Потому что я тренировался и знал, что я натренирован, я подготовлен. Больших успехов в гребле добиваются те, у кого есть характер и огромное желание заниматься этим видом спорта. К примеру, у воспитанницы Станислава Глоба, чемпионка Европы среди юниоров этого года, Виктория Крупнова, даже после тяжелых изматывающих сборов, в редкие выходные дни приходит на озеро и бегает кроссы. Ну, зимой я часто даже в выходные катаюсь на лыжах. Просто, ну, для себя. А так мы бегаю, отжимаюсь, подтягиваюсь. Вот. Ну. Дополнительно? Да. Но желание действительно большое? Желание, да. Получается, мне нравится и все хорошо. А цель какая-то у тебя есть в спорте? Выиграть меры в одиночке. Вот. И Европу. На первый взгляд может показаться, что гребец работает только руками и корпусом. Но это не так. Многие спортсмена толкают в специальный упор, который находится внутри байдарки, что увеличивает скорость лодки. Главное нам развивать выносливость, выносливость силы, силовая подготовка должна быть, функциональная подготовка. Вот это вот в основном. Ноги. Специально мы их не развиваем. Мы очень много бегаем кроссов, на лыжах бегаем. Ну, вот этого нам хватает. Руки у нас только для того, чтобы держать весло. А все в основном делает спина. Поясница, спина и ноги. Вот они все в основном делают. А если люди думают, что гребем руками, это большая ошибка. У нас есть специальные тренажеры, которые стоят в споркомплексе «Антей». И вот зимой мы над этим работаем. Над техникой мы работаем зимой. Подопечные Станислава Глоба выступают на байдарках, хотя в школе есть и другой вид лодки – каноэ. На каноэ спортсмен стоит на одном колене и гребет одним веслом. Байдарочники гребут сидя, но гребки делаются с двух сторон, и лодка имеет руль. Чего нет на каноэ. Наши в основном на байдарках. Почему? Потому что каноэ начинать грести труднее, чем в байдарке. И вот они приходят, смотрят, вот у нас тут в основном байдарки, и все лезут в байдарки. Хотя нам бы хотелось, чтобы кто-то еще и занимался и каноэ. Но мы над этим бьемся. У нас есть чемпионы мира, Европы и по каноэ, и по байдарке. Сейчас еще в каноэ, раньше в каноэ гребли только мальчики. А сейчас еще гребут и девочки. И уже в 2020 году на Олимпийских играх впервые девочки будут соревноваться на каноэ. Поэтому сейчас вся Россия, ну и весь мир кинулись активно развивать этот вид спорта. Тренировки у спортсменов проводятся каждый день. Летом юные гребцы выезжают в спортивные лагеря. Весной старшие воспитанники уезжают на сборы в Краснодарский край, где частота тренировок увеличивается. Зимой озеро в Запрудне застывает, и дети бегают на лыжах, занимаются в спортивном зале. Не все могут быть чемпионами, а все должны быть здоровыми людьми. Но если мы, как я уже говорил, и занимаемся со штангой, занимаемся кроссой, бегаем, мы играем и в баскетбол, и в волейбол, вот, и развиваем какие-то скоростные у нас упражнения, вот, на лыжах бегаем. Вот отсюда это общее укрепление организма ребенка. За семь лет работы школа в Запрудне воспитала четырех чемпионов России среди юниоров. Это Елизавета Каратаева, Елена Тихомирова, Федор Цыганов и Виктория Крупнова. Виктория в 2016 году выиграла первенство Европы в составе команды из четырех человек и стала бронзовым призером чемпионата мира. Подрастает новое поколение грибцов, которые успешно выступают на первенстве Москвы. Так как филиал в Запрудне относится к столичной школе, то все спортсмены выступают за Москву. Расскажи вот о своем успехе на спартакиаде школьников, какая это была дистанция, как ты боролась? 500 метров, двойка. Мы шли с девочкой, Крылова Милена, со мной сидела в двойке. Тяжело было, настраивались, переживали, все это было, конечно, но нормально. Мы стартанули уверенно и пошли первые, выиграли эту дистанцию. И еще у тебя было, я так поняла, первенство России, да, в 15-м году? Ты тоже стала победителем первенства России? Да, мы выступали в четверке, это было 500 метров, мы выиграли, тоже уверенно выиграли, много, корпус завезли. Ну все, и все как бы хорошо было у нас, но тоже переживали, нервничали, настраивали друг друга, ну все хорошо. А в 16-м году какие-то были соревнования? Нет, не было еще. А что тебя ждет? Ждет, надеюсь, все меня ждет, чемпионат Европы, мира. То есть ты туда отобралась? Нет, еще, но я надеюсь. Соревнования по гребле на байдарках и каноэ – это состязания на скорость. Они проходят на лодках трех типов – одиночка, двойка и четверка. Ну, если ты тренируешься, ну не знаю, в команду у нас сажают, если ты в одиночке там хорошо проехал. Как бы лучшие одиночки сажаются в командные лодки. Вот. И там потом, ну как бы, рассаживаются с кем, кому лучше. Ну, зависит, наверное, все от одиночки больше. Ну, у тебя будут впереди старты, где ты будешь вступать одна? Сейчас будет первый тур, отбор в сборную России опять. И там будем выступать в одиночках. На первенстве России победителям по традиции в качестве приза дарит байдарку зарубежного производства. Стоимость такой лодки – 300 тысяч рублей. Она остается в личном пользовании спортсмена. Победители первенства России Виктория Крупнова, Елена Тихомирова и Федор Цыганов получают также заработную плату. Виктория входит в состав юниорской сборной страны. Елена и Федор являются кандидатами. Когда я только начал здесь работать, я собрал детей и им говорю, вот дети, будем выступать на первенстве в Москве, вы будете там еще и медали завоевывать и побеждать. Они меня на смех подняли, начали смеяться. Я говорю, что вы смеетесь? Вот мы тут из деревни приедем и в Москве выиграем. Да, не поверили. Ну, в итоге, видите, появилась уже у нас в 2011 году чемпионка России, потом вторая, третья. И сейчас они видят, оказывается, можно и на Европе, и на мире выступать и побеждать. И сейчас все хотят быть чемпионами. Вот тут маленькая девочка пришла, восьмилетняя, весной, мне и говорит, здесь у вас чемпионы? Я говорю, здесь. Я тоже хочу стать чемпионом. Можно я тоже буду заниматься? Ну, вот сейчас ходит все время. Запрудненский филиал столичной школы «Погребли» на байдарках и Каноэ приглашает юных дмитровчан попробовать себя в этом прекрасном виде спорта, который развивает дыхание и координацию, силу и выносливость, закаливает организм человека. Все спортсмены-байдарчники умеют хорошо плавать. Занятия в запрудненском филиале бесплатные. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова